Здорово, друзья! Здорово! Как служба? Присаживайтесь! Вадим, тут такое дело. Ты, наверное, слышал, что вчера произошло в моем родном селе. В общих чертах. Хотелось бы узнать поподробнее, в деталях. Командир полка, что дислоцируется недалеко от нашего села, до последнего времени откровенно издевался над моими этносельчанами. Блокировав дороги, связывающие село с внешним миром, люди колотали, мертвы. Все наши попытки урезать взорвавшегося командира не имели никакого успеха. А вчера он совершил густый поступок. Пахи! Нам надо действовать расчетливо и с холодным рассудком. И я готов тебе помочь. И мы сделаем все, чтобы этот горе-воято ответил за садика. Иначе нам никто не поверит, что мы наводим порядок в республике в рамках закона. Преступник, такой бы пост он не занимал, должен пристать под военным трибуналом. А наказание должно быть самым суровым. Спасибо тебе, Вадим. Я боялся, что ты не поймешь меня, что не хватит решимости стать рядом в поимке преступника. Ему есть что терять. И ясно, что он будет сопротивляться до последнего. Совершенно верно. Я русский офицер. И мне очень неприятно, что этот преступник мой соплеменник. Однако, скажу, не надо сомневаться ни во мне, ни в моих орлах. И тебе я не сомневаюсь. Ты настоящий офицер. Теперь я видел, что эта мразь получит сполна. За свой тяжкий грех. Понимаешь, Вадим? Я и дальше должен жить в родном селе. Встречаться со своими родными, близкими. С родственниками погибшей девушки. Я должен заслужить право смотреть им в глаза. Буду ждать твоей команды со своими орлами. Я вовсе оружие. Но сначала позвоню Андрею, чтобы он доложил обо всем своему руководству в Ставрополь. Так надо. Не сомневайся, где-то тут добро на операцию. Поним. Субтитры создавал DimaTorzok Это он и есть тот самый герой, который замырал не только свою честь, но и готов был продолжить свои грязные дела, лишь бы избежать суда. Но правда на нашей стороне. И этот дьявол оплатит, ответит за свои преступные деяния. Слушай, Андрей, ты кого защищаешь? Эти дикарей? Да вы, понимаете, что я убил девушку снайпера. Она была одноводчицей лесных братьев. И за нее повели мои ребята. Я даже не знаю, как тебя назвать. Мужчина всегда готов отвечать за свои грехи. А ты потерял и честь, и достоинство. Ты знал, что в этом селе нет воевиков. Но все равно издевался над мирными людьми, с матерой голодом. Мужчина, твоя офицерская карьера закончилась. Ты не уйдешь от правосудия. Пока жив я, и пока у меня такие друзья, как Андрей и Вадим. Ты что себе позволяешь? Ты на кого голос повышаешь? Я офицер-полковник российской армии. И вы как же ответите за скобление моей чести? О какой чести ты говоришь? Ты ее пробил за бутылку водки, а потом совершил кричащее преступление. Нет у тебя никакой чести. Да, наверное, никогда и не было. Она, ты сама мерзость в человеческом облике. Отставим! Если ты надеешься, что ты видал девушку, сумеешь избежать суда, то ты глубоко заблуждаешься. Да, герой, подписал ты себе сам. Будь ты проплес. Стоять! Стоять! Ты должен понимать, если мы с Вадимом здесь, значит, твой овец согласован наверху, снаружи. Я не лох. Вы меня просто так не возьмете. Да, я убил эту девушку. Но она не будет по сети моим послаждам в списке. Последним будешь ты. Над борьбой нельзя, на моей травле! В отличие от тебя, я никогда людей не убивал. Но ты будешь первым. Я не буду нажимать на курок первым. Но уверяю тебя, если сделаешь это ты, то через мгновение получишь пулю в лоб. Сдай оружие, если ты не хочешь иметь дополнительные проблемы. Дешевый трюк. Вакит, ты понял, почему он ранен в тебя? Потом будет показание давать, что ты в него стрелял и попал в ногу. А мы для чего здесь? Ты об этом подумал? Береги конечности. Пригодятся в тюремной камере. Ненавижу! И я тебя! Вести! Ау! Спасибо тебе, Вадим. Ну что, мой друг, доволен? Конечно, доволен. Без вашей помощи мы бы не задержали его. А если бы и задержали, то все вернулось бы против нас. Вместе. Мы сила. Отчаянно добавили, Вадим. Теперь ты можешь с чистой совестью встретиться со своими земляками. Поехали вместе. Ели. После этого случая Навахида не раз совершали покушение. Гибли его товарищи по оружию. Он сам после тяжелых ранений чудом оставался в живых. 11 марта 2002 года на окраине родного села на него было совершено новое нападение. Сработал радиоуправляемый снаряд. Все четыре милиционера, находящиеся в машине, погибли. Это был последний день из жизни Вахида. Такие славные ребята были. И такое сложное было время. Я тогда возглавлял сельскую администрацию, и события того времени не выглядели с памяти. Все это останется со мной всю оставшуюся жизнь. А знаете, какая мужественная женщина была его мать? Когда ей принесли трагическую весть о гибели ее сына и близких ее родственников, она показала поразительную выдержку и самообладание. Как глубоко верующий человек она знала, что на все боли все вышло и никому не показала ни эмоций, ни сыр. Да, удивительная женщина и сына достойного вырастила. Мы должны сделать все, чтобы подрастающее поколение знало своих настоящих героев. Мы, молодые, будем равняться на них, ведь они погибли во имя нашей светлой жизни. Если мы забудем их, грошь нам, сына. Мы своим сегодняшним благополучием обязаны именно им, нашим героическим цивилизмам. Вы должны знать, что Вафик был предельно мужественным человеком. Он не был сыщиком, у него было другое направление, экономические преступления, но мимо чудовищного преступления с убийством прекрасной девушки из нашего села он пройти не смог. Какие люди долго не живут, но они на все времена остаются в памяти недели. Это был рыцарь чести, рыцарь доблести, настоящий фонарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова